Все эти картины, декоративные игрушки – дело рук семьи Сарасек. Конечно, главный мастер – мама Анна. Но и муж, и трое детей стараются помогать ей даже в рукоделии. За 15 лет брака они стали настоящей поддержкой и опорой друг для друга. Вот и в этом конкурсе семья Сарасек наглядно демонстрирует, как сохранить семейное счастье. Главный мой секрет, я считаю, терпение. Всегда надо выслушать, помочь. Очень помогает бабушка Свекровь. Она у нас такой активный человек. Большое спасибо ей за помощь, конечно. Мои родители отсюда далеко, то есть не всегда удается. Хватает трудностей, конечно, и школа, и болезни всякие. Стараемся, справляемся, муж поддерживает. На этот раз особое внимание организаторы конкурса уделили обычаям и традициям. Каждая из шести семей подготовила свою выставку. Плетение из соломы, выпечка из сладости собственного приготовления и написание икон. Так многодетные семьи рассказали о своих увлечениях. Кроме особенностей и традиций, жюри оценивала и творческие способности. Самый главный критерий, конечно же, единство, любовь, девиз семьи, который подготовится. И основные принципы, приоритеты, которые являются единством семьи. Этот конкурс – тот случай, когда чем больше, тем лучше. В основном в каждой семье трое или четверо детей. Вместе они действительно могут со всем справиться. И речь не только о конкурсных заданиях. Ведь самое важное в семье, красноречиво заявляют родители, это взаимовлажение, любовь и здоровье. Все сами прекрасно понимаем, что все начинается с семьи. Это рождение ребенка, это его становление, это примеры из личной жизни мамы, папы. И все это ребенок несет за собой во взрослую жизнь. Поэтому очень важное воспитание в семье. В семье, где семья дружная, семья, умеющая показать и подать пример младшему поколению. В Ленинском районе города Гродно таких многодетных семей больше тысячи. Они воспитывают порядка четырех тысяч маленьких горожан. И каждая из этих семей достойна особого внимания и уважения. В их родительских руках будущее нашего города и даже целой страны. Яна Мельниченко, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+.